Это программа «Игра в классике», программа о людях, которые играют в игры, а об играх, в которые играют люди. Мы говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый, добрый вечер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот и падение Красной империи. Американцы называли его мистер нет за стойкость, за четкое отстаивание интересов Союза на переговорах. А на своей родине, в СССР, Громыко имел абсолютно культовый статус и непререкаемый авторитет. До определенного времени казалось, что он был в принципе непотопляем. Этот верный солдат, мудрый полководец Красной империи. Почему я, друзья, говоривший в своих программах о писателях, реже о музыкантах, о режиссерах, вдруг решил заговорить о политике, о советском политике, тем более еще и об Андрея Андреевича Громыкова? Сейчас я объясню. Во-первых, мне видится, что именно этот человек и такие, как он, блестяще иллюстрируют понятие советская мечта. Вот кто что знает о советской мечте? Все говорят, мечта американская. Как говорится, все говорят, да все не про то. О советской мечте известно чуть меньше. Sad, but true. Или намного меньше. Пусть, конечно, я в своих программах, кто если не мы, что называется, размышлял о советской мечте. Вот еще раз поговорим об этом. Во-вторых, Громыко это тот уникальный пример. Пример того, как нужно, как можно блестяще отстаивать интересы своей стороны на внешнем контуре. Полагаю, сегодня это звучит особенно уместно и важно. И, конечно, Андрей Андреевич Громыко это в первую очередь стиль. И стиль этот проявлялся абсолютно во всем. Например, Громыко высказывал свое согласие с документами, свое да или нет, весьма оригинальным способом. Если его что-то не устраивало, то он просто откладывал бумагу. А если устраивало, если он соглашался, то он там не писал да или нет, он просто ставил две заглавные буквы. А, Г. Ставил своим синим карандашом. Вообще, Громыко всегда пользовался одними и теми же синими карандашами фабрики Сака и Ванцетти. Они всегда стояли у него на рабочем столе и в таком, кстати, специальном стаканчике. А за их остротой следили определенные люди. Именно стиль в том числе помогал Громыко на протяжении 30 лет, вы вдумайтесь, почти 30 лет представлять СССР, Красную Империю, огромную страну на международном уровне. И как же его, с одной стороны, как бы мягкая, гибкая, а с другой жесткая принципиальная манера вести переговоры контрастировала, например, с истеричностью Никиты Хрущева. К слову, сам Громыко вспоминал, что ему было стыдно в тот момент, когда Никита Сергеевич, помните, вот это вот, про Кузькину мать, бил ботинком по трибуне ООН. Громыко был другим человеком, совсем другим. Ну, например, после официальных мероприятий Андрей Андреевич всегда выходил к журналистам, общался с ними там 20-30 минут. После дипломатических переговоров он всегда не ждал, а требовал моментально расшифровку. Дайте расшифровку. Он сам ее редактировал, выделял главный, только после этого отправлял в Москву. Один из самых известных соцреалистических романов, я разбирал его в одной из программ, назывался, вы помните, «Как закалялась сталь» Островский. Вот, полагаю, уместно будет поговорить, знаете, о произведении с таким названием, «Как создавался сплав». Как создавался сплав, чтобы проанализировать конституцию, вот природу таких людей, как Андрей Андреевич Громыко. Ведь фокус в том, что он не был уникумом, нет. Он был такой не один, да, безусловно, он был в ряду первых, но он был такой не один. Именно страна, страна, время порождало таких людей. Ведь речь идет о целой плеяде таких людей, которые вот своей судьбой, как я уже сказал, проиллюстрировали понятие «советская мечта». Да, я сейчас, конечно, идеализирую, несколько утрирую, но лишь отчасти. Ведь смотрите, родился будущий министр иностранных дел СССР, Громной Красной Империи, Ядерной Державы. Родился в крохотной белорусской деревеньке Старой Громыки. Ну, нетрудно догадаться, что практически все, если не все, население этой крохотной деревеньки, сейчас она упразднена, в 2011 году ее упразднили. В общем, носила фамилию Громыко, так и, собственно, Андрея Андреевича. И при этом, при этом такое развитие. За счет чего? Вот мой дед Валентин Беседин, Валентин Николаевич Беседин, он тоже родился в такой крохотной деревеньке, часто Волгоградская область, Заплавное называется, село Заплавное. И вот он мне рассказывал, как они, получается, в 30-х годах прошлого века собирались в какой-нибудь там домике, домишке, избе, и в девятером, там, в десятером при свече читали там книгу Жюль Верна, которую было достать очень и очень сложно. Его отец, мой прадед Николай Беседин, Николай Кузьминович, замечательный человек, он вот тоже, когда доставал книги, да, он как бы выписывал из них слова и делал рисунки, то есть он самообразовывался. Внимание, самообразовывался. Ну, на этот счет есть такая хрестоматийная фраза главного советского писателя Максима Горького «Всем хорошим себе я обязан книге». К чему я это все говорил? А вот, друзья, к чему. Смотрите, Громыко, это факт, ходил за, там, десятки иногда километров, или, там, за несколько километров, чтобы раздобыть книги. А после он читал, читал, читал. Кстати, внук его вспоминает, что любимой книгой деда, то есть Андрея Андреевича Громыко, был Фауст Гет. Однако вот это чтение, конечно, ни в коем разе не отменяло тяжелейшего физического труда. Ну, это Советский Союз, самое становление, это деревня. И, конечно, ну, например, Громыко уже с 13 лет трудился на лесосплаве. Это тяжелейший, тяжелейший просто труд, адский. Да, действительно, то было поколение особых людей, людей, которые жаждали перемен, которые жаждали новой жизни, знаний, чтобы менять, перекраивать мир. И они учились, и они трудились, и они жили. Ну, конечно, тоже справедливости ради о карьере дипломата тот же Громыко не мечтал. Во многом тут дело случаю. Он, соответственно, вступил в комсомол на самой заре его появления, затем учился в техникуме, после в университете, там, себя на родине в Белоруссии. Ну, и готовился всерьез заниматься экономикой. То есть, 27 лет он защитил кандидатскую работу, занял должность старшего научного сотрудника в Институте экономики Академии наук СССР. Кстати, любопытно, что темой его работы стало сельское хозяйство США, то есть страны, куда он отправится позднее. Однако, как-то бывает, много, если не все, в жизни Громыко и таких, как он, конечно же, изменила Великая Отечественная война. Тогда еще Вторая мировая война, она только зачиналась, разгоралась. Это был 1939 год, и Советский Союз пытался понять, как выстроить отношения с той же Америкой, например. В общем, Громыко вызвали в самые высокие кабинеты, где он впервые встретился с Молотовым и Маленковым. Но тут, на самом деле, трудно сказать, можно только гипотезы строить, что так привлекло матерых большевиков, Молотов, Маленков, вот в этом высоком Белоруссии, таком, знаете, статном, всегда подтянутом. Но так или иначе, они отправили его на дипломатическое поприще. А дальше был в жизни Громыко человек, полностью определивший его судьбу. Это вождь народов Иосиф Виссарионович Сталин. Сталин лично распорядился отправить Громыко в США в посольство, на работу в посольство. Там, собственно, позднее Громыко, ну, вскоре уже во время Великой Отечественной, стал послом Советского Союза в США. Во многом, конечно, в этом ему, так сказать, помогло знание английского языка. Английский Громыко штудировал с детства. Заслуга тут во многом его отца, который в свое время побывал в Канаде и, что называется, нахватался. Ну, а министром иностранных дел на почти 30 лет Громыко стал уже при Никите Сергеевиче Хрущеве. Хрущев выбирал между Громыко и Василием Кузнецовым. Выбрал Громыко и, что называется, не ошибся. Почему я говорю не ошибся? Да потому что Громыко просто блестяще, еще раз говорю, блестяще умел сочетать в себе твердость, твердость в отстаивании интересов страны и вместе с тем удивительную дипломатию, удивительную, которая все время снижала вот этот градус напряжения. То есть, конечно, Громыко был одним из архитекторов вот этого двухполярного мира. И, например, его роль в укреплении Союза стран Варшавского договора в противовес блоку НАТО колоссальна. Вот сейчас перед началом СВО Владимир Владимирович говорил, что были, да, переговоры там НАТО и так далее. А ведь Громыко, именно Громыко был в свое время одним из идеологов того, чтобы советский, внимание, Советский Союз стал членом блока НАТО. Но там, в Вашингтоне, не согласились. И Громыко тогда разработал другую модель. Ну, вместе с коллегами, понятное дело. Ему принадлежит легендарная фраза, просто легендарная. «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». Вот по сути это максима, лучше 10 лет переговоров, чем один день войны, она и стала, знаете, таким образом действия, образом мышления Громыко, который с детства знал, что такое война. Он понимал все ее ужасы, это важно понимать. Вот понимаете, то поколение политиков, они понимали, что такое война. Не на словах понимали. И вот Громыко сделал действительно очень много для того, чтобы предотвратить множество конфликтов на планете. Тут мы сразу вспоминаем и договор о запрещении испытаний ядерного оружия 1963 года, и договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Ведь во многом благодаря этим договорам предотвратили чудовищную войну, например, между Индией и Пакистаном в 1966 году и так далее, и так далее. То есть все это заслуги вот именно Андрея Андреевича Громыко. Почему я столь подробно говорю об этом? Да потому что оглянитесь на мир вокруг. Нынешние политики не представляют, что такое война. Они не понимают. Те понимали, а эти не понимают. Да, те тоже стремились к тотальной власти, управлять всеми, но как-то, знаете, в нужный момент притормаживали. Вы знаете, я читал мемуары одного из, так сказать, американских военачальников, и там он приводит такую фразу из 60-х годов прошлого века, ну, понятно, Карибский кризис, и вот министр обороны США Роберт Макнамора как бы вопрошает так риторически, «Увижу ли я завтра восход солнца?» Это Карибский кризис, это ядерная все, ядерная война, вот она. И тем не менее притормозили. И тем не менее мы все увидели, ну, тогда, кто жил, увидели вот восход солнца. К сожалению, сам Андрей Андреевич увидел закат страны. Той самой страны, которой он верно служил, которую строил и возвеличивал. Он не дожил до самоубийства СССР всего два года. Так это было, знаете, такое медленное умирание. Потому что Громыко, по сути, подписал себе в определенном смысле приговор, когда поддержал Горбачева. Горбачева, дальше была эта перестройка, развал и так далее. Почему Андрей Андреевич, опытнейший, сделал то, что он сделал? Тут разные версии. Одни говорят, что, значит, он понимал, нужно омолаживать партию. Другие говорят, что там чуть ли он не сам хотел занять высший пост. Тут разные версии. Но в любом случае, в любом случае, ни одно, ни другое ему не удалось. И уходил он с таким, знаете, горьким пониманием. Пониманием того, что Великую Красную Империю построили такие, как он. Вот эти мальчики из деревенек, из городишек, мальчики голодные до знаний, до свершений, взявшие эту страну с Сахой, оставившие ее с ядерной бомбой. А прошло-то всего сколько там, 30 лет. Мальчиков, победивших в самой чудовищной войне в мире. И спустя 16 лет, после таких потерь, запустивших человека в космос. А вот прикончили, прикончили эту Великую Красную Империю совсем другие люди. Те, кому проложили дорогу. Вот эти молодые, борзые, которые еще вчера славили партию, комсомол. А после 91-го года проклинали Советский Союз, хаяли. Предатели, одним словом. Это были другие люди. Совсем другие люди. И сейчас другие люди. Они совсем другого масштаба, другого замеса. Знаете, эти люди не стоили мизинца священных монстров, которые шли вначале. Конечно, Громыко не был первым из них. Это уже второй эшелон, наверное, да? Но он был одним из тех, кто очень долго стоял в самых первых рядах. Потому и живет о нем память. Честно сказать, уверен, что к его опыту стоит прислушаться. Особенно сейчас. Когда мир занят войной. Войной. Занят войной. А не переговорами. Тут самое время вспомнить. Ту самую фразу. Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Это была программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя, берегите своих близких. Помните, жизнь, она только подражает литературе. Удачи вам, мира, любви и терпения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова